Как подключить Solid State диск на современный компьютер? AssetNode представляет Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители! С вами сегодня AssetNode, и в этом видео мы рассмотрим, как подключить наш SSD диск на современный ПК, современный компьютер. Я приобрел себе SSD диск Kingston A400. Давайте попробуем этот SSD диск установить на компьютер и посмотрим, как определяется новый SSD диск, потому что Solid State диск мы хотим подключить на этот современный ПК. Посмотрим, новый как ведет себя, как подключается, определяется он ли из-под самой операционности мы в Windows 7, и вообще, как не размечена область, или возможно нам придется форматировать его и проверять вообще этот SSD диск. Ведь так сильно душа жажет поставить SSD диск, его можно лучше поставить как под операционную систему Windows и установить на него Windows. Но мы сейчас попробуем его подключить как накопитель. Многие пользователи думают, а давай-ка я его поставлю как накопитель, и на него игру какую-нибудь, все игры буду на него устанавливать. А под винты у меня будет жесткий диск. Можно и так? У меня 120 гигабайт, но у вас может быть и 240, и 500, и вообще терабайт, нет даже SSD диск. Для того, чтобы SSD диск установить, вам нужно ваш системный диск, системный блок развернуть, открыть обратную сторону крышки. Открываем крышку. Вскрываем ваш системный блок. И внутри, на нашем системном блоке, есть жесткий диск. Вам понадобится кабель SATA. В комплекте он с SSD диск не шел. Его нужно обязательно приобрести, он стоит недорого. А также ваш блок питания должен быть такой же кабель, как SATA. SATA питание. Давайте откручим один из жестких дисков. У меня здесь уже подключены жесткие диски. Вот у меня, допустим, есть вот один жесткий диск, кабель SATA. Ваш SSD диск лучше подключить на такой SATA кабель. А также его лучше прикрутить сбоку, с боковой стороны, допустим, вот так вот. Но он не боится тряски, ему все равно, друзья. Поэтому вы можете его подключить, куда-нибудь, в угол вот так запихать. Он будет висеть. Вот таким образом можете даже его чем-нибудь с пропоработкой скрепить и все. Так, что я могу сказать? Здесь у нас SATA кабель SATA. Находится SATA кабель. И вообще вы должны на SATA 3 подключить. Здесь ничего не видно, друзья. Я не могу вам показать. Вот сейчас я... Они все прям забиты здесь. Вот, 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 вот SATA. Вот, вот они подключены. SATA на SATA 3 подключаем. Я не знаю, какой из этих кабелей у меня забито жесткими дисками. Но вот такой вот SATA кабель, один SATA кабель. Вот, я его подключаю вот таким образом. Вот, я его зафиксировал. Он сразу же у меня защелкает этот кабель SATA. И проблем с ним не будет. Теперь вторую сторону кабеля просто отключаем от жесткого диска. У меня есть вот SATA питание. Это идет на блок питания. Вот такой вот SATA. Его подключаем также к нашему SSD диску. Вот, подключаем его с другой стороны. В итоге мы подключили SATA питание и SATA на материнскую плату. В итоге все это подключено. Теперь мы его, этот системный блок поднимаем вот так вот. И этот SSD диск можем куда-нибудь сюда внутрь вот так воткнуть, чем-нибудь закрепить. А можете и не закреплять. Я вообще не закрепляю. У меня здесь жесткий диск даже лежит. Вот он болтается. Никакой вибрации особо нет. Все работает прекрасно. Теперь давайте запустим наш ПК и посмотрим вообще, как этот SSD диск справится и будет ли вообще работать новый SSD диск, друзья. Новый. Включаем наш компьютер. Наш компьютер запустился. Теперь давайте, друзья, приступим к нашему компьютеру F11 проверим. Нажимая клавишу F11, я здесь вижу Kingston SP SA400, друзья. Вот она, вот она, вот она. Kingston SA400 400S 371, а 37120G. Именно вот эта вот модель самая последняя. Это у нас Kingston. Начинаем запускать нашу операционную систему и сейчас проверим вообще, как все это запустится. И вообще, наш SSD диск будет как неразначенную область, нам придется форматировать и можно даже разделять его. Наша операционная система что-то определила. Установка программного обеспечения драйверов устройств. Сейчас какие-то драйвера устанавливаются, значит наш SSD диск начинает определяться. Давайте кликнем на него и посмотрим, как у нас происходит определение. Вот у нас Kingston, наш SSD диск готов к использованию. Значит наш твердотельный накопитель уже определился. Давайте откроем мой компьютер, посмотрим, где у нас определяется наш диск. Открываем мой компьютер и смотрим. Здесь должен определиться наш носитель. Но, друзья, его почему-то здесь нет. Почему так? Почему он не определился? Может быть он сейчас появится все же, но он не появляется. Здесь пустой накопитель почему-то нет. Давайте теперь откроем компьютер правой клавишей управление. И в диспетчере устройства нам нужно найти кое-какой параметр. Называется управление дисками. Выбираем управление дисками. Инициализация дисков. Значит наш накопитель все же определился. Чтобы диспетчер локальных дисков мог получить к нему доступ, надо инициализировать диск. И сразу же определился наш диск. И здесь основная загрузочная запись MBR, Master Boot Record или таблица с GUID, GPT, GUID Partition Table. Так какой же из них выбрать? Примечание, GPT разделы не распознаются предшествующими версиями Windows. Этот раздел рекомендуется для дисков объема больше 2 терабайтов. Или дисков, используемых на компьютерах с процессорами Итаниум. Давайте выберем ОК, нажмем. Мы выбираем MBR. Ведь у нас всего лишь на 120 гигабайтов. Зачем нам GPT? ОК. И сразу же наша неразмичная область. Видим, вот он таблица разделов на 111 гигабайтов. Как? Даже буквы на нем нету. А значит откроем мой компьютер. И здесь его тоже нету. Значит нам нужно его инициализировать. А также добавить букву ему. А также форматировать. Давайте выберем наш SSD диск. Смотрите, не отформатируйте ваш жесткий диск. Проверьте, чтобы было именно как неразмичная область, нераспределенная. Выбрали его. Правой клавишей создать простой том. Мастер создания простого тома. Далее. И здесь создание. Создаем простой том. Далее. И букву. Ему назначаем букву. Букву можете любую выбрать. Букву F. Свободная буква F. Его нету здесь среди списка. Давайте нажмем далее. И форматировать. Быстрое форматирование. НТФС выберем. По умолчанию. И далее. Готово. И в итоге сейчас он отформатирует. Вот он форматирует. И сейчас будет создан том. Новый том F. На 120 гигабайтов. И вот наш новый том F появился. Значит наш SSD диск уже определился. На него можно копировать какие-либо файлы. Это отдельный том на SSD. То есть твердотельный накопитель у нас появился в списке. Ведь он при первоначальном запуске его не было. Многие пользователи задаются вопросами. Допустим я купил SSD диск. Подключил его к компьютеру. А он не определяется. Его не видно. Система Windows. Правой клавишей на мой компьютер. Управление. Управление дисками. И здесь вы уже ищите свой SSD диск. Неразмеченное пространство. И назначаете ему букву. И форматируете. Все очень просто. Давайте попробуем скопировать какой-либо файл на наш SSD диск. Посмотрим как он справится с этой задачей. Вставить просто делаем. И сейчас у нас происходит копирование. Вот наше копирование. И довольно быстро. 75-68 мегабайтов в секунду. Копирование файлов происходит ну очень даже быстро. Это 1 гигабайт. 1,5 гигабайта. Файл копируется. И видим что довольно неплохо. Наш SSD диск определился. Мы его подключили к нашему современному компьютеру. И он вполне себе прекрасно работает. Таким образом первоначально нужно настроить ваш SSD диск. Чтобы он определился из-под самой операционной системы. Мы создали файловую систему NTFS. На нем также Master Boot Record. Не GPT. А MBR. В разметке MBR. Наш SSD диск работает. И даже не греется. Все прекрасно друзья. Все прекрасно работает. И он не боится тряски. Даже если вы его куда-нибудь носить будете. Это не жесткий диск. Это SSD диск друзья. Поэтому пользуйтесь и радуйтесь. Таким способом подключается наш SSD диск. На этот современный ПК. Надеюсь у вас все получится. Так же подключить как и я. Подпишись друг подпишись. На мой канал ты подпишись. И оставь ты мне лайк. Если видео понравилось. На мой канал... Подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...